Чарауник, який проживаю у Ляскавичах. Полевский Дед Мороз запрашает гостей в свою резиденцию. И она будет работать до начала лютого, а тому еще хапает часу, как наведать саправды казачное место. У этом пераканаусе наш корреспондент Дмитрий Котау. У резиденции нацпарка Припятский гостей чакает саправдный святочный аттракцион. Первым их сустракает бядьмак. Его майон так побудованный у историчной месты. Лечится, что ранее тут размещалось одно из самых старожидных полевских капичков. А древы, які растуть побач, лечилися святыми. Согласно этим поверьям, когда ко мне приходят дети, мы с ними завязываем вот такие ленточки у меня есть в корзинке специально подготовленные. Ну и считается, что если сильно верить и загадать одно из желаний и завязать ленточку, вот такую взять у меня и завязать на понравивше им живое дерево, то считалось, что желание сбывалось, потому что место на самом деле было священным. Далее хлопчиков и девчонок чакает встреча с головными новогодними персонажами – господарами резиденции, Дедом Морозом и Снягуркой. Дети худшей спершаются убашить любимых казочных героев и хором промовляют их имены. А тыя в свою чергу не стомляют протяглой паузой и одразу ж отгукаются. Здравствуйте, ребятишки и девчонки и мальчишки! Подросли, большие стали, а меня-то вы узнали? Дед Мороз я настоящий, из глухой дремучей чащи, где стоят в сугробах ели, где бураны да метели, где леса дремучие, да снега сыпучие. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я! И больших, и маленьких, шустрых и удаленьких! В этом домике своем дружно всей семьей живем! Святочную программу у резиденции Полесского Деда Мороза рыхтовали за некольки месяцев до открытия. Были уличены в опыт минулого года, а ли на этот раз вы решили повеличить количество конкурсов и казочных персонажей. После представления дети отправляются в коршму. Тут их шастуюсь блинами и горбатой. А лишь и на этом наведывание резиденции не обмежевывается. Далее, подороже по сафары парку, где мальзавсёды можно сустреть лесных жихаров. Один из них, до речи, поселился на территории резиденции. Дедки вообще в восторге, в особенности, когда они идут от кудесника. Им говорят, что они сейчас увидятся с оленем. Они сюда приходят, он к ним подходит. Так восторженно, он еще так любит голову поднять, идут. Дети рады. Еще до открытия резиденции в Наспарку Припятске был обвешан конкурс на лепший лист Деду Морозу, выбирая переможцев особиста господар резиденции. Их будет у сего 10, а автор самого креативного листа отрымая медаль с эмблемой Наспарка. Вызначиться треба до конца Снежня. Очень, конечно, удивляют письма, что детки наши пишут не просто что-то хотят, а в первую очередь поздравляют Деда Мороза и Снегурочку с Новым годом и желают им здоровья. Вот Дедушка Мороза очень порадовала письмо, в плане, что там было, он ребенок не что-то просил, а попросил здоровья своему братику, который сломал ручку. У сего за день резиденцию наведывают каля 500 человек. Группы приезжают из всей краины. Каждый день, как первый раз, выходим, встречаем детей с любовью, с дрожью в голосе, начинаем работать с ними. День проходит очень быстро, хотя у нас 4 группы каждый день. Группа по человек 150. Но чем больше детей, тем больше хочется с ними работать. И веселее нам. Окунуться в соправданную атмосферу новогоднего свято можно до початку лютого. Минавито до этого часу будет працевать резиденция Полесского Деда Мороза. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.